И доброе утро, дорогие радиослушатели и присоединившиеся к ним телезрители канал Саха-24 в эфире рубрика «Якутск сегодня». И сидят в студии двое людей, которые нет, чтобы заняться какими-то новогодними приготовлениями, хотя у моей собеседницы, у заместителя-председателя Госсобрания Якутии Ольги Валерьевны Балабкины вполне так, ну, положено, положено так, новогодний вид. И стоит, наверное, вот есть выражение, да, кто не помнит прошлого, тот потерял будущее. Ну, прошлое, конечно, мы с вами отлично помним, помним все те события, которые были лет, так скажем, 20 тому назад, а тема на сегодня звучит так, 25-летие введения Института высшего должностного лица в республике. Вот давайте мы немножко откатимся в памяти назад и вспомним, что предшествовало этому. Ну, это и Пуча, это и до Пуча, вот эти все, Борис, ты не прав и так далее. Вообще, у нормального людей, не у юристов, да, все вот это можно ужать в одну фразу. Было убрано из нашей жизни основополагающая роль коммунистической партии. Согласна, да? У вас немножко это звучит по-иному. У вас, у юристов? Да, безусловно. Ну, прежде всего, необходимо сказать, да, когда ты говоришь о том, что тот, кто не помнит прошлого, тот не видит будущее, да, безусловно, мы лицом все равно стоим в будущее. Сегодня мы говорим о том, что должна происходить фиксация новой истории Якутии. В новом его понимании, именно после исключения из Конституции страны, как раз именно статьи, которая говорила о лидирующей роль коммунистической партии. Почему я делаю на этом акцент, говоря об институте президентства? Потому что непосредственно наличие этой статьи в Конституции позволяло ситуацию, предполагало ситуацию, при которой руководители партии и руководители органов власти, по сути дела, руководили самими, значит, республиками в составе РСФСР. Поэтому тогда, когда норма была исключена и был принят соответствующий указ, конечно же, первый вопрос, который стал, это каким образом будет осуществляться руководство субъектов Российской Федерации. Они тогда еще не имели статуса субъектов, да, но каким образом будут осуществляться вот этими государственными образованиями в составе РСФСР, автономными республиками, как будет осуществляться. И, конечно же, вот первый, 11 октября 1991 года, был принят Верховным Советом РСФСР постановление об определенном единстве о наличии такой должности, как глава исполнительной власти республики в составе РСФСР. Чем хороша была в этот момент Якутия, да? Не только Якутия, я перебью, потому что можно говорить о том, что обойма тогдашних руководителей автономии, да, это шикарная обойма была, да, что Шаймиев, что Николаев, что другие, не читая, скажем так, тем, допустим, из Кировской области и так далее, которые вот отметились. Да, безусловно, да, конечно же. Я про белые говорю, да. Я поняла, безусловно, да. Тогда сильные руководители, особенно в национальных автономных республиках, они, в общем-то, смогли удержать вот на себе, на личностях именно, значит, власть как таковую. На личностях. На личностях. Почему я делаю акцент на личностях? Потому что до 1999 года, до принятия федерального закона об общих принципах организации законодательных и представительных власти в Российской Федерации, не было четкого понимания, значит, какая же форма, да, субъекта создается, форма управления. Либо это исключительно президентская, либо президентско-парламентская, либо парламентская форма, да, как таковая. И везде, соответственно, эти брожения и шатания шли. Почему я начала с акцента того, что тогда, в принципе, саму по себе должность и институт, да, как таковой руководителя органа исполнительной власти, был удержан именно на сильной командной работе во главе с первым президентом Михаиловичем Николаевым. Когда пришел 1999 год, да, то в самой системе органов государственной власти федерации, да, относительно субъектов появилось четкое такое понимание. Субъектом Российской Федерации руководит глава субъекта. И он был поставлен в правовом смысле немного выше всех остальных. Все определено четко. Все субъекты Российской Федерации, по сути, президентские, губернаторские. И, соответственно, началось уже новое понимание и изменение Конституции. И при президенте Вячеслава Анатольевича Штыровой происходит соответствующее изменение в Конституцию Республики. Оно тоже идет достаточно сложно. Возникают разные вопросы при принятии у парламентариев. Но здесь вот мудрость еще Вячеслава Анатольевича была в том, что на тот период, зная, что такая сложная работа, из парламента с досрочным прекращением полномочий была приглашена на руководителя правового управления администрации президента Захарова Федора Николаевна, которая и провела достаточно мягко при проведении массы согласительных позиций вот именно эту законодательную инициативу. Тогда эту Конституционную инициативу подписал Вячеслав Анатольевич Штыров, Василий Васильевич Елипов, Николай Иванович Соломов. То есть вот три руководителя признали вот это вот действие федерального закона в части статуса уже главы субъекта Российской Федерации. Это не явилось неким принижением до 99-го года, ну, я не скажу, сравнение с некими, скажем так, может даже феодальными какими-то вещами, да, ну, в прессе были разные, говорят, вот хана сидят там и так далее, и так далее. То есть, но на деле не было ли принижения с 91-го года, вот до 99-го года существовавшего статуса руководителя республик, и приравненную, опять же, вот тем же кировским, скажем так, главам субъекта. Вот здесь момента как раз, почему я делала такой сильный акцент на личности, да, потому что, по сути дела, республике удалось легко пережить этот 91-99 год, да, хотя закон потом играл разные, так сказать, чудеса, да, правовые чудеса с первым руководителем республики, по-другому я это назвать не могу, да, которые я имею в виду, историю связанную там два года, два года подряд, два срока подряд, да, было много таких различных правовых споров, как вы помните, но тем не менее смогли удержать статусность. Сказать, что произошло принижение, произошло четкое закрепление и понимание руководителя. На уровне федерации, да. Ведь федерация могла пойти и по другому пути, да, могла создать в субъектах президентско-парламентские республики и оставить, да, и оставить, например, двуединство власти на уровне субъекта Российской Федерации. Тем не менее, она пошла таким путем, что на вершине пирамиды находится глава субъекта Российской Федерации. Вот на, скажем, на закрепление вот этой, ну, единоличного, скажем, формы правления, да, не сыграли ли события и 91-го, и 93-го годов, которые показали, что, ну, парламентская форма, скажем, допускает вполне такой четкий бардак? Нельзя говорить, что право вот так медленно ходит, да. То, что произошло 91-99-й год, да. 93-й, я имею в виду. Да, я поняла, 91-й, 99-й, 93-й сюда входит, правильно, да, Дмитрий? Вот, это уже вчерашний день со своими уроками. То есть съезды многочисленных народных депутатов, там и так далее. Да, да, это уже вчерашний день со своими уроками. Они свою роль историческую сыграют. Это низовой парламентаризм? Это низовой парламентаризм. Низовой. Можно так сказать. А парламентаризм вот текущего уровня, который вы представляете, он как взаимодействует вот с институтом, опять же... Главы субъекта. Мы сегодня непосредственно действуем в четкой системе сдержек и противовесов, которые существуют, а значит, в целом во всей Российской Федерации. Например, как действуют три органа власти, а относительно таких органов власти, конституционный, например, суд, да, парламент и глава республики Сахай-Кутя. Например, тогда, когда назначается судья конституционного суда, у главы республики право на конкурсной основе выбрать на альтернативной, представить в парламент. Парламент принимает решение, да, по формированию конституционного суда соглашается или не соглашается с кандидатурой главы субъекта. То есть вот у каждого своя ниша, это и есть как раз система сдержек и противовесов. Также, например, у главы есть право поставить вопрос перед непосредственно парламентом по ряду вопросов, если есть какие-то определенные нарушения. Также заслушивает парламент одновременно, значит, главу субъекта. Но здесь вот нужно сказать о том, что немного позже произошло тоже изменение статуса. Но при сохранении вот этого вот его наверхушки, да, главы субъекта Российской Федерации, чуть позже происходило изменение порядка выборности. Изменение порядка выборности, и именно если раньше мы знаем, мы выбирали главу, да, у нас непосредственно дважды происходило наделение полномочиями главы субъекта через парламент. Вот тогда, когда у главы субъекта произошло наделение полномочиями, тогда в федеральном законодательстве к ответственности главы стала появляться и играть роль по вертикали очень сильно федеральной. То есть стали появляться такие нормы, по которым президент страны вправе представлять вопросы, связанные с привлечением конституционной ответственности как парламента, так и главы субъекта. Ольга Валерьевна, есть очень неблагодарная рубрика, которая называется «Что если?», да? А что если в 90-х годах, в начале 90-х годов, все-таки формой, по которой жили бы регионы, по которой бы жила Россия вся, стала бы все-таки парламентской формой? Я думаю, что мы в любом случае бы пришли к нормальному развитию, точно так же стабильному, да, потому что как бы там ни было, историю делают личности. И, соответственно, каждый, кто принимает решение, и об этом сегодня это особенно четко, да, вот завтра мы принимаем, например, бюджет Республики Сахай-Акутия на ближайшие три года, мы прежде всего принимаем бюджет ответственности. Что глава, что парламент должны понимать ответственность, когда ты нажимаешь кнопку и принимаешь решение. В любом случае, это было бы ответственное решение перед своим народом. Все решения шли бы только на плюс. В 90-х годах степень ответственности от Михаила Ефимовича, она, как вы думаете, потом последовавшими и Вячеславом Анатольевичем, и Егором Анатольевичем, насколько она была больше? Все-таки она была больше, потому что тропинки-то, как вы говорите, вот четкой фиксации роли, которой пришел Вячеслав Анатольевич, который продолжил работу Егора Анатольевича, не было, да. В этой части вот насколько трудно было Михаилу Ефимовичу вести свою работу? Наверное, на этот вопрос ответит сам Михаил Ефимович, да, но... Чисто юридически? Чисто юридически, я думаю, ему было очень сложно. Но у него была очень сильная команда. Тот дух, который вот они сохранили, да, тот дух, который они задали, он очень сильнейший. Поэтому и в дальнейшем у глав была одна из задач всегда иметь вокруг себя сильную команду единомышленников. Почему сегодня вопрос о консолидации стоит? Ну, потому что мы только тогда решим все вопросы вместе. Хорошо, мы продолжим разговор о посвященной 25-летии введения Института высшего должностного лица сразу после рекламной паузы. Реклама прямо сейчас. И мы закончили на команде, но хотелось бы застронуть все-таки вот главный вопрос. Почему вы имеете вата так, Ольга Валерьевна, с вами называем вот это 25-летие введения Института высшего должностного лица? История эта началась, когда Рамзан Ахмадович сказал, в России должен быть один президент и точка, да. И пошли вот опять же такие юридически зафиксированные вот эти метания в сторону и Ильдархана, и главы республики, и так далее, и так далее. Почему нельзя все-таки, почему вот Институт президентства, он был в 90-х годах, почему сейчас нельзя его так называть? Я, может, немножко наивным выгляжу, да, но... Он не наивный, да, вопрос, который, безусловно, возникает у всех, да. Прежде всего, с чем было связано следующее изменение в законодательстве, когда при сохранении вот этого статуса главы субъекта Российской Федерации, субъектам Российской Федерации было даже не рекомендовано, определено, по сути дела, в императивном порядке необходимость изменения наименования главы субъекта, да. И мы были одни из тех, кто, ну, я в том числе, кто принимал участие, да, в изменении наименования, значит, наименования президента на иное наименование. У нас были достаточно серьезные такие дискуссии в парламенте четвертого созыва, создавались рабочие группы, было очень много споров, было очень много различных предложений, да. И в конечном итоге мы все-таки остановились на традиционной для всех субъектов, которых национальных республик, которые все использовали, это глава республики Саха-Якути. И, наверное, вот этим, да, немножко внесли... А исключений разве нет? Сейчас скажу, да. Вот этим немножечко внесли определенную юридическую непонятность, да, потому что он, по сути дела, это глава субъекта Российской Федерации, мы еще ему дали такое наименование. И поэтому совершенно правильно народными депутатами был поставлен вопрос, и затем впоследствии и поддержан на Конституционной комиссии это избрать такое наименование для непосредственно главы республики Саха-Якутия, а значит, на якутском языке, как Элдархан. Если честно, у меня, например, были сомнения, и я достаточно остро ставила вопрос о том, что вообще само наименование Элдархана нужно будет очень долго вводить в политический лексикон людей. Однако, вот к моему личному удивлению, он вошел достаточно легко. Сколько это заняло? Ну, я думаю, что уже, наверное, через год. Многие очень уже в речах, очень многие непосредственно в быту уже начали использовать понятия Элдархана. И, наверное, в этом и мудрость от тех, кто, в общем-то, это были Зои Корнилова, которая, в общем-то, на тот момент именно предложила это использование, наименование этого, это наименование среди многих, которое было. И довод Зои Корнилова был в том, что он должно легко произноситься, и должно быть вот такое вот понимание, и оно должно находиться где-то между русским и якутским языком, по сути. Но оно так и получилось, и поэтому оно легко вошло. Телефонный звонок. Говорите в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Какие изменения, вот, я не понимаю, вот, президент или Элдархан? Суть-то какая-то, если ровно глава-то республики? Конечно, это всего лишь только поменялось наименование. Вот оно, семейная семейная правда, да? Да. Всего лишь поменялось наименование. Даже тогда, когда мы это утверждали, я сразу говорила, никаких, не надо никаких страхов. Глава субъекта, да, он с компетенцией, ни одной из полномочий с компетенцией не было убрано. Да, было использовано лишь только новое наименование. Почему же вообще в России отказались от понятия президент, да, потому что, ну, наверное, как-то внутренне мы должны понимать, что президент должен быть один. Но почему к этому пришел, еще раз говорю, вернее, озвучил Ахмат Кадырюч, вернее, Рамзан Ахмадович? Ну, я думаю, наверное... Почему это не прозвучало из Татарстана, из Башкортостана, из, не знаю, из Чуваши? Ну, здесь могут быть разные причины, да, и разные политические мотивации у руководителей для озвучивания этой позиции. Почему я говорю о том, что, да, не важно, как минуется, да, само наименование президента, оно не добавляет погон и не добавляет полномочий. Да, внутренне это в любом случае глава. Глава субъекта, который является первым лицом, который принимает управленческие решения, берет на себя ответственность. Таковым является и Рамзан Кадыров. Еще откатимся назад, все-таки прошлое, прошлое, оно у нас не утухнет. Какими, вернее, полномочиями обладал первый секретарь обкома, которых нет у главы республики? Сегодня все полномочия, которыми обладал секретарь обкома, есть у главы республики. И плюс? И плюс еще ряд хозяйственных вопросов, которые именно связаны с органами исполнительной власти. Более того, у секретаря обкома была часть полномочий, которыми обладает сегодня, по сути дела, парламент республики. Потому что собственная законодательная база, она начала появляться с начала 90-х годов. До этого основными документами и источниками права как такового в том числе были и решения партии. То есть решения партии ушли из нормативно-правовой базы как источники как таковые. Даже если брать, например, наши вот такие постановления, которые до сих пор действуют с того советского периода, то часть из них есть до сих пор совместных партийных и органов власти. То есть анахронизмы какие-то... Сохраняются. 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 Например, по коэффициентам и надбавкам это до сих пор решение, которое было еще принято в партийные времена, и в том числе при решении партии. Но как человек, вы разве не можете согласиться с тем, что отмораживая ежедневно нос, мы все-таки заслуживаем вот этих надбавок? Конечно, это естественно. Оно так и останется. Почему я и всегда занимаю позицию о том, что это было сделано в прошлом веке, ничего не изменилось по погоде, они должны остаться. Просто поэтому оно... Вот есть же акты, которые действуют вечно. Вот это вот акт, который будет действовать вечно. Текущий этап, скажем так, опять же, возвращаясь к вашим юридическим делам, какие формы, какие шаблоны готовить для будущих руководителей республики? Вот что важно знать сейчас, на важность чего нужно акцентировать сейчас, чтобы в будущем уже мы могли избежать чего-либо, что уже прошли или что проходим? А вот если брать конституцию республики, то она сегодня политическую безопасность непосредственно нашу с точки зрения и статуса субъекта Российской Федерации, она, безусловно, обеспечивает. Однако на настоящий момент необходимо просматривать, как будут дальше строиться федеративные отношения и, соответственно, в них определять более сильно роль именно глав субъектов Российской Федерации. Президентов, глав, алдарханов, как бы мы их ни называли, но вот эта роль их должна быть более сильной. То есть сегодня у президента страны все-таки команда руководителей субъектов должна быть более, их вес должен быть более сильно определён на федеральном уровне. Они должны быть услышаны на уровне президента России более прямо. Потому что ведь был период тогда, когда они входили и через палату регионов высказывали свою позицию наши руководители. Сейчас Сенат построен по другому принципу. Поэтому здесь, наверное, нужно смотреть вперёд на то, как будут строиться взаимоотношения с федеральным центром и как будет вписываться этот наш орган. Взаимоотношения с федеральным центром. Вот очень ёмкое определение взаимоотношения с федеральным центром. Мне кажется, больше императивов. Как вы говорите, опять же, определение, прозвучавшее в императивном тоне. Попросту говоря, запрет. Нет, ну, запрет — это запрет, да. А прежде всего императив даёт правомочия. Правомочия, которая для всех едина, как бы там ни было. Правомочия, после которого не стоит запятой, да, и, соответственно, правомочия, которая не предполагает волонтаристских и собственных действий, как таковых. А какие могут быть последствия собственных действий, мы сегодня видим, благо мы это переживаем, по ряду губернаторов-субъектов Российской Федерации. И в этом сегодняшняя наша сила, да, в определённой политической чистоплотности, которую мы допускаем во взаимоотношениях, как бы там ни было, как внутри, так и вовне. Потому что строим эти отношения на конструктивной основе тех, до того, что сложилось. Конечно, будет императив. Но его не может не быть, потому что должна быть сложенная система, система управления. Это целая огромная страна. Прям звёздные войны какие-то. Да. Телефон из лунок, ещё раз. Говорите в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. На каком основании закона чиновники имеют высокую зарплату? Вот давайте это уже как бы вне темы. Я готова ответить, да. Если хотите. Да, я готова ответить. Здесь нечему стыдиться. На основании закона, непосредственно который принят, значит, государственным собранием Ултамин Республики Саха-Якутия, определены должностные оклады. Они у нас у всех равные. Как у заместителей председателя парламента, как у зампредов, как у председателя комитетов, так и у министров. Соответственно, эти свои заработные платы мы отрабатываем для того, чтобы непосредственно в том числе и решать проблемы каждого гражданина Республики. По социальным гарантиям, да, тоже вопрос. Всё-таки у нас, сколько это прошло? Год-год-полтора же прошло, да, с момента, когда прозвучали лишить социальных гарантий. Первых руководителей, ну, первых президентов. Первых президентов, вернее. И в то же время пошёл фон об отмене института вице-президентства, которое является неотъемлемой частью той формы, которая 25 лет тому назад была принята. Дмитрий, давайте начнём вот с вице-президентства, да. Я просто, наверное, немножечко хотела сразу об этом сказать, да, о том, что схема, которая была у нас принята, это была схема президента и вице-президента. Ну, вот это тот самый федеральный закон. Но при этом мы тогда опирались на закон РСФСР. Как помните, в РСФСР тоже был президент и вице-президент. Мы скальковали, по сути дела, да, во время такой золотой правовой лихорадки 90-х годов. Я именно так называю всегда это время. А скальковав, мы получили президента и вице-президента. Но федеральный закон его выхлестнул из вот этой вот схемы нахождения на верхушке. На верхушке власти должен быть один человек. И поэтому был исключён вице-президент. Что же касается социальной гарантии, я держала и буду держать принципиальную позицию, что на настоящий момент это, скорее всего, больше политическое решение. Политическое решение, связанное с той ситуацией экономической, в которой мы оказались, я думаю, что мы к этому вернёмся. Хорошо, спасибо, Ольга Валерьевна. Сегодня тема была 25-летие ведения института высшего должностного лица. Увидимся ровно через неделю.